Он был человек-праздник такой был, большой, радостный, вокруг него всегда было много людей. Но в соответствии вот с такой камерностью мы построим сегодняшний вечер вот так. Я в первом отделении попою один, такие редкие песни Берковского, которые, может быть, не так часто звучали на каких-то больших эстрадах. А во втором отделении ко мне присоединится Лидия Чебоксарова, и мы готовы попеть самые известные, красивые песни или выполнить какие-то ваши заявки. Лида в данный момент на другом концерте, поэтому тут еще и в этом есть некоторая необходимость построить сегодняшнюю программу. Так, дело в том, что сегодня еще отмечается день рождения, к сожалению, ушедшего нашего друга Сергея Труханова, замечательного автора. И Лида участвует в концерте его памяти, но ко второму отделению подтянется. Ну, что я могу вам сказать о Викторе Берковском, с которым я 25 лет проработал. Мы 25-летие не успели отметить, собирались его отмечать осенью того года, когда его не стало, и даже придумали шикарную схему проведения такого события. Мы решили, что мы соберем все остатки наших изданных когда-то пластинок и дисков и устроим аукцион. И каждый лот будем представлять сами, будем петь песни из каждой пластинки, вспоминать, как мы ее записывали. И потом Леня Сергеев был бы у нас таким большим, как это называется, аукционистом, да. Ну, там хоть есть еще название про это, которое молоточком стучит. Но вот это нам не удалось реализовать. И многие годы мы с ним начинали все наши концерты с такой популярной песней. Одна популярная, да две популярных песни в первом отделении все-таки прозвучат. Это песня на стихи Булат Шалча Куджавы. И написана она была прямо на моих глазах. Булат надиктовал Виктору Семеновичу эти стихи, предложив написать мелодию. И получилась такая песня. В присутствии, кстати, героя, которому эти стихи посвящены, все дело происходило на речке Гавы, на турбазе Дома ученых, где отдыхали, помимо всяких ученых-ядерщиков, физиков, всяких, много лириков. В том числе и Булат Шалча Куджава и Зиновий Фимович Герт. Божественная суббота или история о том, как нам Зиновием Гертом в гостинице «Астория в Ленинграде» не было куда торопиться. А я вот забыл включить гитару. Извини, пожалуйста, Антон. Звучит? Звучит. Божественные субботы Звучит. Звучит. Уже готовит старость Свой непременный суд. А много ли нам досталось За жизнь таких минут На пышном карнавале Торжественных невзгод Мы что-то не встречали Божественных суббот Веруй, мой друг сердечный Сдаваться не спеши Пока течет он грешный Неспешный пир души Дыши, мой друг, свободы Кто знает, сколько раз Еще такой субботы Еще такой субботы Божественной субботы Нашим одарит нас Ну вот сейчас прозвучит песня Последняя песня на стихе Акуджавы Написана уже на одних из последних стихов Акуджавы Опубликованных перед его смертью И Булат, по-моему, даже не слышал этого варианта Ах, если б знать заранее Заранее, заранее Что будут не напрасны Горение, сгорание Терпение, терпение и веру Любви и волшебство Трагическое после Счастливое сперва Никто на едкий вызов Ответа не получит Напрасны ваши споры Вот Лермонтов поручий Он не красив, не складен И все вокруг сирон Но как же он прекрасен Когда в руке перо Вот Александр Сергеевич Он в поисках и муки Да козыри лукавы И не даются в руки Их силуэты брежут На дне души его Терпение и вера Любовь и волшебство Все гаснут понемногу Надежды и смятения К иным иным высотам Возносятся их тени А жизнь неутомима Проносит колесо Но искры остаются И это хорошо Все в мире созревает В парениях и встрясках Не спорьте понапрасну О линиях и красках Пусть каждый и снывая Достигнет своего Терпение и вера Любовь и волшебство Все в мире созревает В парениях и встрясках Не спорьте понапрасну О линиях и красках Пусть каждый и снывая Достигнет своего Терпение и вера Любовь и волшебство Вот еще из братства Турбазы на речке Гавы Родившееся произведение Я не случайно упомянул, что там всякие физики, лирики были Вот Александр Кулыманов Как раз из таких Он сам физик Большой ученый Но стишки пописывал И как-то вот немножко Так в стиле подражания Гуджавы Получилось стихотворение Которое было написано После посещения вместе Берковским Бородинского поля Они там съездили погулять По Бородинскому полю Напледали там всякие раскопки В общем много чего интересного Видели И вот под впечатлением Появилась такая песня «Гусарская» Через поле гусар скачет Донесение везет Он до Мельска не доедет В него пуля попадет Круглая свинцовая На Павел Зря гусарусы крутил Кудрик завивал Зря гусарусы крутил Кудрик завивал С той поры Гарнист отбой Много раз трубил Круглый шарик В этом поле Многих перебил Круглый и свинцовый На Павел Каждый зря усы крутил Кудрик завивал Каждый зря усы крутил Кудрик завивал Вдовы строили часовни Замуж выходили А зачем гусары вас Рано так убили Круглым и свинцовым На Павел Каждый имя перед смертью Чьё-то прошептал Каждый имя перед смертью Чьё-то прошептал Где-то ружья вдалеке Всё ещё по полях Но пока что мимо нас Шарики летят Круглые свинцовые Надо ждать Каждый день усы крутить Кудрик завивал Каждый день усы крутить Кудрик завивал Браво! Браво Виктору Берковскому Александру Коломанову Такая очень большая дружба Возникла в конце жизни У Юрия Давыдовича Левитанского С Виктором Берковским Ну их много объединяло Во-первых, Левитанскому нравился стиль Как Берковский пишет песни Как он работает со словом Он очень всегда относился Трепетно и к тому, что он делал с его стихами И в то же время требовательно Когда Виктор Семёнович отличался Такой особенностью забывать слова И он на сцене быстро за поэта сочинял Иногда его сочинения оседали потом В качестве канонов Неправильно произнесённых один раз Потом становилось каноническим исполнением И вот когда поэт замечал, что Берковский За него заменил слово Особенно Левитанский Когда это замечал Он говорил Витя, но ведь поэт Каждую фонему чувствует в стихотворении А вы целое слово заменяете И вот Тем более я боялся Опасался, как Левитанский отнесётся к тому Что Берковский просто взял И перелопатил два его стихотворения И собрал из них какой-то свой вариант Но вот к такому творчеству Он относился благосклонно Книжка Левитанского кинематографа Открывает одно стихотворение Завершает другое Вот из этих двух таких больших полотен Берковский сделал своё Кинематограф Это город Ещё раз Полный сумрак Полный свет А потом на крышах солнце А на стенках Ещё нет А потом в стене Внезапно Загорается окно Возникает звук рояля Начинается кино И очнулся И качнулся Завертелся Шар земной Ах, механик Ради Бога Что ты делаешь Со мной Этот луч Прямой и резкий Это света Волоса Заставляет Меня плакать И смеяться Два часа Быть участником Событий Пить, любить Идти на дно Жизнь моя Кинематограф Чёрно-белое Кино Кем написан Был сыной Что за странный Фантазёр Этот равнод Гениальный И безумный Режиссёр Как свободно Он монтирует Различные Куски Ликованья И отчаяния Весенья И тоски А потом Придут Оттенки А потом Полудана То уменье Да свобода Что лишь Срелостью А потом И эта зрелость Тоже станет В некий час Детством Первыми шагами Тех, что будут После нас Жить, участвовать В событиях Пить, любить Идти на дно Жизнь моя Кинематограф Чёрно-белое Кино Но в великой Этой драме Я со всеми Наравне Тоже в сущности Играю Роль Доставшуюся Мне Даже если Где-то с краю Перед камерой Стою Даже те Что не играют Я играю Роль Свою Всё проходит В этом мире Снег сменяется Дождём Всё проходит Всё проходит Мы пришли И мы уйдём Всё проходит И уходит Никуда из ничего Всё проходит Но бесследно Не проходит Ничего Потому что В этой драме Будь ты шут Или король Дважды роли Не играют Только раз Играют роль И над собственной ролью Плачу я и хохочу По возможности Достойно Доиграть Своё хочу Ведь не мелкой Монетой Жизнью собственной Плачу И за то Что горько плачу И за то Что хохочу А как трудно Как прекрасно Пить, любить И идти на дно Жизнь моя Кинематограф Чёрно-белое Кино Ну вот Хочется попеть Таких совсем уже Сложных песен Сегодня Раз она сложная То я по нотам Это такая вот Совсем большой Эксперимент Виктора Берковского Такой Стихи Левитанский же Очень сложный Интересный поэт Там много Всяких белых стихов Стихов С какими-то Скрытыми И неявными Рифмами Без всякой Куплетной формы Безстрофной формы Вообще Вот одно из таких Стихотворений Положенный Виктором Берковским На музыку И Левитанский Очень удивился И очень оценил Что вообще Такое возможно Человек Строящий Воздушные замки Он лежит на траве Под сосной На поляне лесной И прищурив глаза Неотрывно глядит В небеса Не мешайте ему Он занят Он строит Он строит Воздушные замки Галереи И арки Балконные Башни Плафоны Колонны Пилоны Пилястры Рак какой Барокко Ампиры Четы Современного Стиля И при всем Совершенство Пропорции Изящества Линии Да какое Богатство Фантазии Выдумки Вкуса 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 На лугу На речном берегу При луне В тишине На душистой копне Он лежит На спине И прищурив глаза Неотрывно Глядит В небеса Не мешайте ему Он занят Он строит Он строит Воздушные замки Он весь В небесах В облаках В синеве И еще масса Идей У него в голове Конструктивных Решений И планов Он уже Целый город Построит Готов Даже сто Городов Заходите Когда Заходите Берите Живите Он лежит На спине На дощатом Своем топчине И во сне Закрывая глаза Все равно Продолжает Глядеть В небесах Потому что Не может Не строить Своих Фантастических Зданий Жаль Конечно Что жить В этих зданиях Увы Невозможно И не мне И не вам Ни ему Самому Никому Никому Ну а все А все Я думаю Нам не хватало Быв В жизни Чего И было Было Нам Не Уют Ней На Свете Если Бы Нити Невидимы Сооружения Из Податливой Глины Воображения Из Железобетонных Конструкций Энтузиазма Из Огнем Обожженных Кирпичиков Бескорыстия И Песка Золотого Песка Простодушья Когда бы Не он Человек Строющий Воздушные Замки Ну уже более Комплетная форма Романс Или попытка Романса Как назвало Это стихотворение Юлия Товича Левитанский И посвящено Оно Ире Левитанской Жене Юлия Давыдовича Которая Значительно Младше Вот у него Такое счастье В конце жизни Случилось Он встретил Такую Очень яркую Любовь Которая Сильно Моложе И примерно Такая же Ситуация И у Виктора Берковского И у Маргарита Его Муза Она Значительно Младше Его Попытка Романса Или Предзимья Я весть о себе Не подам И ты мне навстречу Не выйдешь Но дело идет Холода И ты Это Скоро Увидишь Былое Забвенью Предали Как Павших Земле Предавали Но дело Идет Холода И Это Поправишь Едва Уйти К Патриаршем Прудам По Желтым Алеям Шататься Но дело Идет Холода И С этим Нельзя Не считаться Я верю Я верю Грядущим Годам Где Все Незнакомо И Ново Но Дело Идет Холода И Нет Варианта И Ново Простимся До Судного Дня Все Птицы Мои Улетели Но Ты Еще Вспомнишь Меня Однажды Во Время Метели В Морозной Январской Тиши Припомнив Минувшие Годы Ты Варежкой Мне Поможи Из Вашей Холодной Погоды Но все-таки еще одним романцем я вас помучаю тем более что вы наверное его слышали знали знаете он прозвучал в одном известном фильме в сериале в исполнении Полины Агуреевой на ту же тему Виктор Берковский написал на стихи Иосифа Броцкого «Колечко» Прометую слезу из будущего привезу вставлю ее в колечко Будешь гулять одна Надеваю на безымянный Конечно А у других мужей Перстеньки из рыжей Серьги И Сверла мутра А у меня слеза Чистая Береза Просыхает Под утро Носи Перстеньок Пока Виден Издалека Потом Другой Подберется А надоест Носить Будет Что уронить Ночью На дно колодца Прометую слезу Из будущего привезу Вставлю ее В колечко Будешь гулять Одна Надеваю на безымянный Конечно Аплодисменты Ну, чем такого брутального не хватает Поскольку брутального много У Виктора Берковского Мы сейчас с вами Можем вместе спеть Если кто Помнит Да Берковский всегда говорил Что он песни Сочиняет Для совместного Употребления Вот это Одна из таких Песен Одна из Наверное Самых ранних Песен На стихе Дмитрия Сухарева Написана Прекрасная волна Ее еще Висбор Пел Очень смачно Прекрасная волна Прекрасный крепкий ветер Как выглянешь со сна Так вроде и не пил Ему бы двери с петель До крыши состропил А в Кубрике уют Там дух Махра и Бота Там спит Ловецкий люд Пока молчит звонок Налей-ка мне Компота Иван Никитич Кок Иван Никитич Кок Был жефом В ресторане А нынче Наш браток И варит нам Компот Пойди Реши Заранее Куда судьба Копнет А что тебе судьба Была бы в жилах ярость Да на дворе изба Да кампала в куце Да пенсия По старость Да духовой В конце Судьба Нас кинет вверх А мы умом Раскинем Судьба Нас кинет вниз А мы закинем трал Дела У нас Такие То нары То Абрал Прекрасное Житье Качайся И качайся Прекрасное Питье Компот 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 Прекрасное Начальство Прекрасный Повар Кок Компот Компот А вовек Компот П dificil Компот В щепу, и та, и ты не на чубу, О капитана, и та, и ты не на чубу, О капитана, привет, чупе, чупа, приют, Чупа, уют, не всех кают, Бичи печально соки пьют, А ну, плесни-ка, в чупе светло и без движка, Куснешь дорожки пирожка, А в нем морожки, полмешка, А в нем брусника, Чупа, черта, сиди и пой, А что там дальше за чертой, Кто нас погладит за чубой, Шершавой лапой, В чупе светло и, В чупе в кино идет чапай, А ты на станцию ступай, Билет купейный покупай, И к югу чапай, Билет чупейный почупай, И к югу чапай, Ча-ча-ча. Ну, не случайно прозвучало имя Висбора, Некоторое количество морских песен было написано совместно с Висбором, Сергеем Никитином, Виктором Берковским, для кинофильма «Морские ворота», Виктор Семенович рассказывал эту историю так, Пришел в Висбор и сказал, вот есть гениальный сценарий, гениальный актер, гениальный режиссер гениальный, Давайте напишем гениальные песни, И будет совсем все гениальным. Потом он посмотрел этот фильм, И сказал, фильм «Мрак», но в нем есть одно светлое пятно, Это наши гениальные песни. Песенка молодого рыбака из кинофильма «Морские ворота». Я когда-то состаюсь, Память временем смоет, Поплыву я по морю, Жизнь свою вспоминаю, Вспоминая свой город, Где остались друзья, Где все улицы в море, Словно реки впадают, Где дома, как баркасы, На приколе стоят, Где дома, как баркасы, На приколе стоят, Что же мне еще надо, Там, пожалуй, и хватит, Лишь бы старенький дизель Безотказно служил, Лишь бы руки устали От полуношной вахты, Чтоб почувствовать снова, Что пока что ты жив. Чтоб почувствовать снова, Что пока что ты жив. Лишь бы я возвращался Знаменитый и старый, Лишь бы доски причала Проходя прогибал, Лишь бы старый товарищ От работы усталый С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал. С молчаливой улыбкой Руку мне пожимал. Я когда-то состаюсь Память временем смоет, Если будут подарки Мне к тому рубежу. Не дарите мне берег, Подарите мне море, Я за это, ребята, Вам спасибо скажу. Я за это, ребята, Вам спасибо скажу. Ну вот еще один поэт, С которым Виктора Берковского Объединяла дружба, А не только совместное творчество, Это Давид Самойлов. Давид Самойлов жил в Пярну последние много лет уже своей жизни, Он жил в Пярну, но два раза в год он приезжал в Москву И устраивались вечера его поэзии. Один раз в год в каком-то большом шикарном зале, Тип колонный зал или как минимум октябрьский зал Дома Союза. Ну а второй вечер, как-то, для своих. И всякий раз Давид Самойлов приглашал нас с Виктором Семеновичем Открывать его вечера. Ему казалось, вот один раз попробовал, ему это понравилось, Что хорошим таким прологом для вечеров поэзии Левитанского Является музыкальная интерпретация его стихотворения «Сороковые роковые». Виктора Берковского за это стихотворение многие журили, сказали, Что ж ты такую грустную песню написал? Одни говорили, другие говорили, а что ж ты такую веселую песню написал? Они же все погибли почти. И только Самойлов сказал, что все правильно. Грань именно такая должна быть. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, Война гуляет по России. А мы такие молодые Гудят накатанные рельсы Просторно, холодно, высоко, И погорельцы, погорельцы Хочуют с запада к востоку. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые Война гуляет по России. А мы такие молодые, а это я на белом свете Смешной, веселый и задорный И у меня табак в кесете, И у меня мундштук наборный, И я с девчонкой балакурю, И больше нужного хромаю, И байку надавая ломаю, И все на свете, понимаю. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые Война гуляет по России. А мы такие молодые, как это было, как совпало, Война, беда, мечта и юность, И это все у меня забало, И лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые Война гуляет по России. А мы такие молодые, сороковые, роковые. Вот такая маленькая сюита из двух стихотворений. Давид Самойлова называется «Старый цирк». Бим-бом, 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 бим-бом. Фонари погасы под шатрон, Разошлись деваки, а потом В клетках звери тощие грустят, Вечный рубь конючит акробат. В номерах циркачка с циркачок, Хрящий чай болтает ни о чем. Бим-бом, бим-бом, бим-бом. О, с кавалером мы помним про канат, Пьет канат, охотка лимонад. Умыт в постели казначей, Как бы облабошить сыркачей. А под мокрым тентом шепетой Слышен чей-то тихий шепот тот. Ангел цирка с детской головой Бродит на даре цирковой. Бим-бом-бим-бом-бим Он увел жену у Бима, Ненавидит Бома-бим, Как она была любима. Он недавно был любим. Бим-бом-бим, Нам в манеже град пощечин Отпускает бом-бим, бим-бом-бом. Почему же мы хохочем И над тем и над другим бом? Бим-бом-бим-бом-бим-бом. Шуберт Франц Шуберт Франц Не сочиняет, Шуберт Франц Не сочиняет, Запоется, запоем. Он себя не подчиняет, Он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Забоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Не кричит о нем газета, не молчит о нем печаль. Жалко Шуберту, что этот может тоже огорчать. Знает Франц, что он кургузый и развязно стережен. И, наверное, рядом с музыкой он немножечко смешон. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Забоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Шуберт Франц не сочиняет, Шуберт Франц не сочиняет. Забоется, запоет, он себя не подчиняет, он себя не продает. Жаль, что дорог каждый таллинг, Жаль, что в доме не уют. Впрочем, это все детали, Жаль, что песен не поют. Но печаль неуместный, И тоска не для него. Был бы голос, Но на песне запоется ничего. Ну, прежде чем мы устроим перерыв, я разберу многочисленные записки с просьбой. Я спою еще две песни. Одну, это мое, собственно, посвящение Виктору Берковскому. Как-то я удивился, что он прошел мимо этого стихотворения, когда листал сборник Давида Самойлова. Получилось вот такое посвящение Виктору Семеновичу. Печечка залепетала, Что она мне нашептала. Жарким шепотом ольхи Нашептала мне стихи. На дворе бурга сырая, А она поет, сгорая. А когда сгорит от лап, Даст мне несколько тепла. Речечка, куди послушна, Без тебя мне очень скучно, Очень скучно без друзей И без юности моей. Ну и перед перерывом попробуем спеть вместе. Может быть, вы знаете эту песню. Это самая первая песня Бироковского. На стихи новеллы Матвеевой рассказывал он сам, и его друг Морис Миша Синельников, одноклассник и однокурсник, подтверждал, что да, так все и было. Они сидели просто в компании и напевали стихи, которые опубликованы в журнале. Это было такое увлечение интеллигенции и поэзии в те времена, конец 50-х годов. И вот одно из таких стихотворений новеллы Матвеевой Виктор Семенович спел за столом, и оно дожило до утра. Так обычно к утру все эти песни забывались, а вот это запомнилось, и его же друзья ему с утра напомнили, и вот это считается первой песней Бироковского. Песня шагом в шагом, под британским флагом, Навстречу пальма пыльная плыла издалека, Между листьев кровь заката словно крадет, Там прижата с растопыленными пальцами рука. О пырях, об акулах благодарных, О казармах лучезарных, И о радужных холерных лагерях. Песня шагом в шагом, под британским флагом, Навстречу пальма пыльная плыла издалека, Между листьев кровь заката словно крадет, Там прижата с растопыленными пальцами рука.